22 января депутаты Ленинского городского округа собрались на второе внеочередное заседание. В повестке дня 10 вопросов и один из них посвящен процедуре выбора главы Ленинского городского округа. О деталях конкурса на должность первого лица рассказала начальник правового управления администрации муниципалитета Галина Благодарящева. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа объявляется решением Совета депутатов Ленинского городского округа. Целью проведения конкурса является отбор конкурсной комиссии из общего числа граждан, представивших документы и допущенных к участию в конкурсе кандидатур для избрания на должность главы Ленинского городского округа. В комиссию по отбору кандидатов на пост главы Ленинского городского округа войдут 6 человек, 3 из нашего муниципалитета и еще 3 представителей назначит губернатор Московской области Андрей Воробьев. Имя главы округа станет известно 14 февраля. За данный вопрос на повестке заседания проголосовали все присутствующие депутаты. Поступило предложение принять решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области. Прошу голосовать, коллеги. Кто за? Против. Воздержались в совершении принятой единогласности. Также на заседании депутаты обсудили структуру своего совета, который состоит из председателя, его заместителей, помощника и организационно-правового отдела. В связи с тем, что у нас, коллеги, наблюдаются прирост населения, работа с избирателями также существенно увеличивается. Кроме того, у нас изменяется численный состав, изменился совета депутатов. Я предлагаю избрать трех заместителей с возможностью одного на постоянной основе. Сформировали и утвердили депутатские комиссии. Всего их пять. По вопросам бюджета и налоговой политики, транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и благоустройства, здравоохранения и социальным вопросам, а также комиссия по работе с обращениями граждан и взаимодействию с органами власти. Насчитывая практикум и сложившийся порядок, при работе совета депутатов будут возникать также и рабочие группы, и временные комиссии. Поэтому на сегодняшний момент предлагается утвердить постоянные комиссии, перечень членов данной комиссии указан в приложении. Утвердили народные избранники и официальные символы Ленинского городского округа.